Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий Skyway. В этом выпуске конец священного месяца Рамадан. Объединенные Арабские Эмираты возобновляют полный рабочий день. Все под контролем. Отдел BIM технологий разработал систему онлайн-мониторинга строительства зданий. Не спускать на тормозах. Управлением подвижного состава закончена разработка нового аварийно-буксировочного устройства. И наша традиционная рубрика «Этот день в истории Skyway». А теперь обо всем по порядку. Месяц священного Рамадана закончился в Объединенных Арабских Эмиратах. Как известно, в течение этого периода правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья и курения, что, однако, не стало поводом для остановки строительства инновационного парка Skyway в Шардже. Для более комфортной работы было изменено время начала и окончания работ на объекте. В течение этого периода в экодоме выполнена облицовка санузлов керамической плиткой, смонтированы гипсокартонные потолки, внутренние и наружные блоки кондиционеров. В настоящее время выполняются пусконаладочные работы. Для обеспечения снабжения дома питьевой водой установлена вместительная емкость и насосная станция, а также выполнены работы по устройству бытовой канализации. Согласно утвержденному графику, бельгийская компания Бекарт регулярно осуществляла поставки на объект металлических канатов для 4-й и 2-й линий струнного транспорта Юницкого. С 27 мая все наши подрядчики трудятся в режиме полноценного рабочего дня. Сейчас производится внутренняя отделка экодома и анкерных опор. Выполняются электротехнические работы, монтаж светильников и прочих электротехнических приборов. Смонтировано вентиляционное оборудование, выполняется его подключение и наладка. Компания GCC приступила к выполнению работ по устройству фундаментов второй линии. Выполнена бетонная подготовка под фундаменты и их армирование. Металлоконструкции промежуточных опор изготовлены и поставлены на объект. К данному моменту уже выполнена их укрупнительная сборка. Компания FAST осуществляет отделочные работы на анкерных опорах. На насосной станции выполнено армирование и бетонирование стен резервуара для воды. Ведутся работы по устройству его перекрытия. Также продолжается устройство трансформаторной подстанции. За бетонированные фундаменты и фундаментные балки выполнена их гидроизоляция. Кроме этого, выполнено бетонирование колонн. Продолжаются работы по прокладке внутриплощадочных сетей. В местах пересечения с дорогами укладываются гильзы. Новый тип аварийно-буксировочного устройства презентован специалистами конструкторского бюро «Шасси». Такие механизмы должны обеспечивать хорошую управляемость, плавность хода, курсовую устойчивость, маневренность, а также безопасную сцепку-расцепку всех единиц подвижного состава струнного транспорта Юницкого. Подробнее о новизне и специфике работы аварийно-буксировочного устройства расскажет ведущий инженер-конструктор закрытого акционерного общества струнной технологии Евгений Черников. На экране у нас сейчас находится тягово-сцепное или по-другому аварийно-буксировочное устройство. Приветствую! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Всех рад видеть на русскоязычном вебинаре. И хотел бы напомнить тем, кто будет смотреть вебинары уже после, в записи. То есть сейчас тоже идет веб-трансляция. Кстати, напишите в чате, сколько людей сейчас смотрит трансляцию. Но в основном мой вебинар делается как инструмент для дубликации, для того, чтобы мы максимально быстро смогли распространить информацию в международных информационных полях. Потому что сейчас, конечно же, больше сосредоточено развитие именно в международном формате. Я просто неимоверно рад вообще вот услышать подобный выпуск от Михаила Кириченко. Я долго ждал этот выпуск и долго ждал вестей с Шаржи, так же, как и все мы с вами ждали. И компания, конечно же, не разочаровала абсолютно. Буквально быстро я хотел бы пробежаться по тому, что сейчас у нас действуют, какие предложения действуют, потому что с этого я обычно начинаю свой вебинар. Далее вы сможете передать информацию либо в листе тезисов, желающие люди смогут ознакомиться, прочитать. Не только на русском языке, но и повторяйте. Я считаю, что мой вебинар делается в первую очередь для масштабирования и дубликации на других иностранных языках. То есть это английский язык, в первую очередь, это, возможно, гьетнамский язык и другие языки, на которые переводятся вебинары. Итак, я хотел бы сказать, что на самом деле сейчас очень серьезный такой момент, что действуют ограниченные предложения по дисконту, стопапа 2021. Почему 2021? Потому что этим мы закладываем основу для того, что произойдет в 2021 году. А кто знает, может быть, в 2021 уже и не понадобится привлечение инвестиций по текущим условиям, потому что, как неоднократно сказал генеральный конструктор, что до конца этого года у нас будут начаты адресные проекты, конечно же, в виде нестроительства, но в виде подготовки, в виде, возможно, первичных платежей и так далее. И эта акция, дорогие друзья, эта акция действует только до 30 июня. Поэтому я рекомендую успевать, я не знаю, будет сдвиг или нет, это все зависит от головной кампании, но используйте этот шанс, потому что мы живем в очень интересное, нестабильное время и по плане привлечения инвестиций. Это тоже в хорошем смысле нестабильное, потому что интерес к инвестициям СВЦ, интерес в технологию, которую мы с вами финансируем, просто огромнейший. И именно за рубежа. А оттуда идут обычно достаточно крупные инвестиции. Level Up также начинает пользоваться популярностью. На следующем вебинаре, я думаю, что вначале я включу классные ролики, я считаю, что он в лучших традициях современного маркетинга выполнен командой СВЦ, то есть это московский офис. И там объяснено, что же это за конкурс. Но смысл в том, что постоянно набирается призовой фонд. И просто зайдите, посмотрите в личном кабинете, в какой категории находится та или иная страна. Сейчас одна из стран Азии вырвалась в лидеры и находится на втором месте. Я не буду называть эту сторону, потому что я хотел бы обратить ваше внимание на такой момент, что за нами наблюдают. Активно наблюдают. И даже мы проводили телемост, такой нетрадиционный, как успешная история в СВЦ лидеров. Он был на английском языке. И для меня, что такой вот сигнал присутствовали на этом телемосту, английские иностранные тролли. То есть они включались в Zoom конференцию, пытались атаковать, пытались прервать, пытались всячески мешать, чтобы мы не выложили запись. Но, конечно же, запись будет выложена, потому что это отличный материал, это лучшие отзывы на английском языке тех, кто принимает участие в самых различных странах. Если не ошибаюсь, там больше, фактически 15 стран участвовало. Но это такой будет регулярный формат, который мы будем вводить. Но я не буду называть даже название страны, которая сейчас в лидерах, потому что на нее тоже атаки в определенном смысле начались. То есть начались, знаете, жалобы, там какие-то такие непонятные на деятельности в этой стране. И мы будем учитывать просто опыт головной компании. Я как член правления призываю вас не распространять попустую информацию даже о странах-лидерах. То есть как головная компания не говорит о тех адресных проектах, которые сейчас развиваются, я буду говорить в общих словах, что Азия, Африка без упоминания стран. Потому что я больше чем уверен, что за нами наблюдают и на эти страны, на этих лидеров, на эти рынки будут совершены атаки, потому что там минимум негативных смыслов и минимально нам можно помешать в развитии. Ну, конечно же, я хотел бы вам сказать и напомнить, что прошли очень мощные интервью генерального конструктора. И вообще вот то, что вы видите непосредственно на этом слайде, это то, что буквально недавно пронеслось по арабским странам. И я на самом деле немножко даже жалею, что сейчас мы не можем вот так вот серьезно развернуться по арабским странам. Но настанет тот момент, когда будет понятно, что, к примеру, там по Марокко мы можем двигаться, развиваться и по другим странам. Я рекомендую вам ознакомиться, посмотреть. Все вебинары будут переведены обязательно в тезисы главных моментов с новых выпусков видеоблога по случаю генерального конструктора. Потому что сейчас работа началась, 27 мая в Шарже все активно работают, полный рабочий день. И, конечно же, сейчас не будет столько времени у генерального конструктора для того, чтобы ответить на необходимые вопросы. Я хотел бы сказать вам про систему ледокол от SWC, это Skyworld Comunit, только от нас. Это уникальная система, которая сейчас уже получает. Массовое применение. Инициатор я и сопровождать буду всех, кто присоединится по системе ледокол. Название такое, знаете, интересное. То есть ледокол, почему название такое было придумано, от слова лид и от слова лед. То есть лид – это контакт, который мы получаем в сети интернет через Facebook, либо через какие-то другие средства. А лед – это холодный рынок. Вот представьте, как по Фрейду пришло именно вот такое название концепции. И сейчас участвует уже больше 10 стран. Пожалуйста, ознакомьтесь, посмотрите. Вот с данной новостью источник скриншота вы можете видеть. Либо зайдите в личный кабинет и посмотрите условия участия в этой системе. Сейчас они более чем лояльны. И я могу сказать, что это примерно как когда-то очень-очень давно компания давала, головная компания давала просто так безвозмездно 100 долей. То есть представьте, было время, когда давали 100 долей. Раньше система ледокол была абсолютно бесплатна для тестовых стран. Сейчас это стоит 80 долларов. И это всего лишь оплата аккаунта вам и CRM в системе. Сейчас мы распространяем эту систему на дальние зарубежья. И те люди, которые отлично говорят на английском, французском, португальском, испанском, вьетнамском, индонезийском языках, либо индийском, потому что в ряде стран тоже говорят на этом языке. И помимо Индии, пожалуйста, напишите вот по этой форме. И мы постепенно, я непосредственно это повторюсь, дело курирую. Идет огромная работа. И по странам Африки, если бы не система ледокол, то в принципе объема не было бы такого, какой сейчас. А Африка покажет обороты. Я говорю в общих чертах, опять же, чтобы не было атак на конкретную страну. Пусть тролли, если хотят, атакуют Африку. Ну, ресурсов сил просто не хватит. Мы там развернемся по полной. Ну так, друзья, как заряд, как по новостям, даже вот потому, что у нас происходит. А сейчас поставьте от 1 до 10 ваши эмоции. А сейчас мы перейдем непосредственно к тому, что происходит внутри головной компании. От этого меня тоже будоражит. И я вот прочитал от Елены, что очень понравилось интервью Юницкого. Без отрыва смотрела почти 3 часа. Я тоже очень был воодушевлен этим интервью. И многие факты я просто не знал. Я рекомендую всем ознакомиться и посмотреть хотя бы в быстрой перемотке, так как многие люди экономят и ценят свое время. Я смотрю, например, в перемотке 1,5 на YouTube есть такая возможность 1,75. Мой мозг уже привыкает даже к 1,75, конечно, очень быстро. Но потратьте время. Если вы действительно активно развиваете проект, это очень классное интервью, которое показывает действительно всю правду об интеллектуальной собственности проекта, который мы с вами финансируем. Там без купюр, без приукрас, со всеми действующими лицами. Очень сильное интервью, которое говорит о том, что действительно генеральный конструктор идет сквозь года своей миссии, к своей цели, которая изменит жизнь каждого, живущего здесь, на планете Земля. А теперь мы переносимся в новости с Шаржи. Это то, что сказал Михаил Кириченко. Огромная благодарность ему за столь ясное описание. Просто посмотрите новости от июня. Я буквально немного пробегусь. Что происходит? Происходит действительно уже такая серьезная стройка. И да, во время коронавирусной пандемии и Арабские Эмираты тоже затронуло, но выполнялись работы все равно. Даже вот отделочные, элементарные работы выполнялись внутри Экодома. Все, что можно было сделать, все, что можно было сделать на социальном дистанцировании, было сделано. И позеленение крышек от дома, и крепление стальных стержней на недавно возведенных анкерных опорах. И стройка идет действительно полным ходом. Под дома напорная башня была сделана специальная конструкция. Полностью электроинфраструктура, полностью водопроводная инфраструктура. И многое, многое другое, что действительно показывает, что стройка идет полным ходом. Компания Бэкарт, не наш, это партнеры головной компании, а партнеры СВЦ, это другие немножко партнеры в финансовых сферах и так далее. Но все мы действуем в одном поле. Но я хотел бы вас также не то, что предупредить, а попросить, когда вы говорите «мы», не говорите от лица головной компании, говорите от лица Skyworld Community, СВЦ, потому что это действительно мы. А все-таки это разные абсолютно категории Skyway и СВЦ в плане направления деятельности, но двигающиеся в одной и том же русле и к одной и той же цели. Итак, продолжим. Металлические тросы были поставлены вовремя, в срок. Промежуточные анкерные опоры были установлены, анкерные опоры также были начаты к строительству, отделочные работы внутри анкерных опор, кондиционирование. Посмотрите, какие системы кондиционирования мощные, не будет жарко в Арабских Эмиратах и будет абсолютный комфорт для всех абсолютно граждан жарких стран. Устройство фундамента второй линии, подготовка бетонная под фундаменты анкерных опор и хормирование. Металлоконструкции промежуточных опор изготовлены и привезены. Вы видите анкерную опору, первую станцию. С компанией FAST ведется работа, это ведущие сильные очень подрядчики, которые делают различные работы внутри анкерных опоры и снаружи анкерных опор. И стройка идет, и идет, и идет. Вот даже вот тех, кто как-то сомневается, что будет что-то реализовано, построено в Шарже, помимо первой путевой структуры, я как-то применял такой способ, когда рассказывал впервые про блокчейн, какое-то бизионерство, что вот сейчас, кстати, внутри головной компании делается. Мы все помним репортаж про интеллектуальные системы управления, и там вообще просто плацдарм, огромная площадка реализации блокчейн-идей. Я говорил таким образом. Вот это вот действительно будущее, но кто не верит в струнные технологии, то, что это происходит в настоящем, пожалуйста, не о чем говорить. Вот кто не верит сейчас, кто не понимает то, что происходит в Шарже, не нужно тратить время на сильное убеждение. Я это говорю для лидогенерации системы, вот лидокол, работа с холодным рынком, не тратьте ваше время, потому что те люди, которые слышат, они дадут максимальный эффект развитию нашей системы. От 1 до 10 поставьте, как вам новости, то, что произошло в Шарже буквально за крайнее время. И стройка-то сейчас продолжается, и генеральный конструктор говорил неоднократно в своих интервью видеоблога, что то, что было запланировано к демонстрации, к экспо в Арабских Эмиратах, будет продемонстрировано, но уже на территории инновационного центра в Шарже. И те делегации, которые планировались к посещению выставочных стендов, посетят выставочную, демонстрационную, я бы даже сказал, экспозицию из движущихся и в некотором плане стационарных подвижных составов. И я не исключаю, что новые контракты будут заключены прямо там. Это мое ощущение, это мое желание, я думаю, желание каждого. И переходим к тому, что происходит внутри инженерной среды, как все готовится, насколько действительно выверено, насколько мощно. Может быть, кто-то не знает, что стандарты в Арабских Эмиратах, они немножко не подходят под стандарты, которые использовались в строительстве путевой структуры, всех эстакад, ну и вообще реализации транспортно-инфраструктурного комплекса в виде тестовых участков на Экотехнопарке. То есть стандарты СНГ в Беларуси не подходят под европейские стандарты, более жесткие, которые действуют на территории Арабских Эмиратов. Поэтому вот с болтовыми соединениями очень серьезная сейчас работа происходит. И вы помните, как были поиски, может быть, подрядчиков, каких-то материалов, чтобы заполнять полость путевой структуры спецвидом материала, жидкий, текучий, который может там омоноличиваться, очень быстро застывать внутри путевой структуры. То есть, соответствует всем необходимым характеристикам. Такого не нашлось, поэтому был создан свой спецбетон. Здесь создаются также абсолютно свои решения и выбираются те напыления, те материалы на болтовых соединениях, на стальных конструкциях, которые уменьшат площадь. То есть это полная оптимизация в логике вообще того, что все создает генеральный конструктор. И если бы, допустим, была бы сталь-сталь, а не сталь и определенное напыление определенным составом, то есть это вы можете узнать из интервью ресурсов головной компании, то потребовалась бы намного большая площадь. Массивные были бы транспортные эстакады. От массивных транспортных эстакад мы все устали. Города просто сейчас и задыхаются от смога, и им нет места вообще куда-то двинуться от таких вот эстакад автомобильных магистралей, от эстакад того, что я видел неоднократно в Джакарте. Напишите ваши примеры, какие такие вот тяжелые эстакады вы видели вообще по миру, кто-то, может быть, путешествовал. И они действительно, на мой взгляд, уродуют современную городскую урбанистику, а эстакады технологий, которые мы финансируем, будут легкие, ажурные с помощью этого решения еще больше. Но самое главное – это долговечность. Это то, что позиционирует генеральный конструктор в своих высказываниях, то, что как минимум 100 лет будет служить путевая структура, и это не мудрено, потому что многие мосты сейчас, которые построены… Посмотрите, мост в Сан-Франциско, мост Золотые Ворота, сколько он существует, и просуществует еще долгое-долгое время. Вот по этой долговечности нужно хотя бы так вот приблизительно сравнивать путевую структуру той технологии, которую мы финансируем, а не по долговечности того, что сейчас происходит в железнодорожной отрасли. Я уж не говорю об автомобильных дорогах, я уж не говорю об автомобильных дорогах в ряде стран, когда каждый сезон вливаются огромные бюджеты для реконструкции автомобильных дорог. И действительно все делается в максимальной эргономичности, и как для долговечности, стабильности, устойчивости и сокращения площадей транспортно-инфраструктурного комплекса, так и для удобства пассажира. Я вам приведу пример небольшой. Я помню, транспорт России, вроде бы 2018, выставка, еще в тот момент очень активно, в виде доказательной базы в первую очередь, головная компания участвовала в различных выставках. То есть сейчас сократилось количество, да, вот такие вот серьезные выставки, но которые будут перенесены, скорее всего, из-за пандемии. В них будет участие, как и на трансы, и тому подобное. Но я помню, вот зашел, не буду называть конкретную модель, не буду называть название, чтобы никто не обиделся вдруг. Электротранспорта российской разработки. И я ударился лбом. Просто я нагнулся, и то мне было неудобно туда элементарно входить. Этот автономный транспорт позиционируется, как именно эргономичное, удобное средство передвижения в логике умного города. Но оно, как минимум, неудобно. И для того, чтобы было максимальное удобство будущему пользователю, создана концепция, я это не охватывал и хотел бы охватить, чтобы это осталось в первую очередь у наших иностранных коллег в головах по переведенным материалам тезисов моего вебинара. Создана концепция конструктора из дешевых материалов, из фанеры и так далее. Сначала это все создается в виде компьютерной графики, и далее в модели один к одному это также строится для максимальной реализации и демонстрации того, что будет удобно для пассажира. Все поручни, все устройства для того, чтобы держаться, для того, чтобы как дрова не болтаться внутри подбежного состава, да и не будет такого, потому что 0.5 максимальное ускорение будет, не более этого максимального ускорения даже при больших скоростях, это неоднократно говорил генеральный конструктор, будет абсолютно комфортно передбегаться. Для меня это очень важно, чтобы не укачивало внутри подбежного состава, потому что даже когда внутри автомобиля, я как деловой человек часто нахожусь в своем смартфоне, в телефоне, и я думаю, что внутри транспорта, который мы с вами финансируем, не будет укачивать пассажира. И вот этот конструктор можно всячески абсолютно по-разному менять, в зависимости от применения, в зависимости от ситуации, в зависимости от подбежного состава. И здесь вот представлен именно подготовка модели нового городского пассажирского транспорта именно уже для Арабских Эмиратов и для жарких стран. Это действительно говорит о том, что мы двигаемся в стандартах современной транспортной индустрии. Несмотря на то, что мы с вами финансируем ни много ни мало, но создание новой транспортной инфраструктурной отрасли это далеко не транспорт, не только транспорт, но и фактически все, что ему сопутствует и даже не сопутствует, то есть вбирает направление и блокчейн, вбирает направление и радиосвязи, и мобильной сотовой инфраструктуры. То есть это фактически, можно сказать, вот поэтому и называем следующее поколение сети за интернет. И здесь можно все поменять в зависимости от того, даже как будут располагаться сидения. А сейчас я вам могу сказать, в условиях после пандемии итальянские ученые представили модели салона с учетом распространения COVID-19. Но вы же понимаете, что здесь инженерные ли это решение? Вопрос открытый. Как будет удобно, либо неудобно, не дай бог пожар, как можно будет выбраться быстро, безопасно из подобной конструкции? И, конечно же, в логике также для того, чтобы учесть пандемию в сегодняшнем мире, будет расстановка сидений и полная эргономика для пассажира с учетом реальной действительности. И это как раз-таки конструктор может полностью абсолютно продемонстрировать, что немаловажно, когда конструктор уже выполнил свою цель и полностью опытной группой была утверждена концепция, как все будет располагаться, то есть это уже передается на производство, этот конструктор может быть разобран, то есть это сборная, разобранная конструкция, и использоваться части уже для следующих подвижных составов. И то, что меня сбудоражило, больше всего я не охватывал, так как огромное количество внимания уделял именно видеоблогу генерального конструктора, потому что там фактически дорожная карта на будущем месяце была описана. Это то, что большегрузное транспортное средство для перевозки контейнеров, той технологии, которую мы финансируем, может использовать не только грузы, но и некоторые капсулы, а я это называю, и кто смотрел мои вебинары давно, персональные мобильные пространства, то есть это концепция вообще, которую многие корпорации сейчас рассматривают, многие именитые корпорации, такие как различные автопроизводители, я думаю, что в следующих вебинарах мы более подробно концепцию именно капсул, которые могут на некоторую платформу устанавливаться и перевозиться рассмотрим. То есть это тренд, который был взят на вооружение, но здесь только чисто применение. Скорее всего, я могу предположить, что капсулы с пассажирами используются здесь в первую очередь для целей адресного проекта, то есть представьте, что необходимо перевезти с суши в порт морской не только грузы, но и пассажиров для того, чтобы не использовать, к примеру, другие пассажирские модули, можно просто капсулу поставить, и рабочий персонал будет перемещаться внутри какого-то индустриального объекта. Это очень круто, и это экономит затраты. Это экономит затраты на проектирование, потому что каждый подвижной состав, мы же с вами не хотим финансировать новые какие-то подвижные составы, даже когда будет закрыто 15 этапов, мы хотим финансировать то, что будет выстреливать, и то, что будет давать нам экономическую выгоду. Поэтому я считаю, что это для рабочего применения было создано. Но то, что когда-то было создано для рабочего применения, возьмем компьютерную индустрию, компьютерную отрасль. Раньше же это были вообще шкафы, огромные шкафы вычислительных машин, а сейчас это смартфон, который уже большую мощность имеет, чем 1 ГГц. У меня раньше был лет 7 назад только компьютер, потом появился смартфон 1 ГГц, и это все перешло из индустриального применения уже в развлекательное применение. Сейчас молодежь использует ТикТок и так далее, но все это пришло именно из конкретного рабочего применения. Так же, как и появился интернет. В принципе, это было создано для разработки сверхзащищенных протоколов. И внутри DARPA, посредством вливания финансовых в разработку агентства стратегических инициатив в США, также появились определенные вещи, связанные с интернет. И только социальные сети, так как их применение было уже направлено больше на применение именно связи людей, то есть не корпоративное какое-то применение, оно было уже создано, как мы видим сейчас, социальные сети. То есть вот понятна ли моя концепция, поставьте от 1 до 10, что в первую очередь здесь вот эти капсулы создаются не для какого-то применения, как, знаете, там можно придумывать, визионерить, что ты приехал, перевез как пикап, допустим, вот эту капсулу, перевез ее, либо как катер возят, и поставил ее на путевую структуру. Да, возможно, в будущем это так будет, но это пусть уже кто-то додумывает и кто-то придумывает. Но я не исключаю, что такое применение также будет. И я на самом деле очень хотел бы иметь возможность переместить вот эту свою капсулу со своим эргономичным пространством, со своим каким-то интерьером, со своими какими-то фишками. То есть это часть модульной конструкции будущего транспортного гаджета. Так же, как на смартфоне, мы сейчас можем поменять, удалить, загрузить какие-то приложения или сменить экран рабочего стола на компьютере, то есть чтобы нам было удобно, привычно как-то сменить немножко пространство, которое нам уже поднадоело. Так же и внутри вот этих капсул потенциально, давайте пофантазируем, можно будет менять все, что душе угодно. Но вначале это создается конкретно, конечно же, на мой взгляд, для применения внутриадресных проектов по перевозке контейнеров и перемещения грузов и пассажиров внутри портовых индустриальных сооружений. А как уже распорядиться время, это покажет рынок и желание пользователей. И мой вам вопрос, дорогие друзья. Вот Boston Dynamics выпустили в продажу 74 тысячи долларов стоит робот-собака. Много было мемов, много было всяких домыслов. И что бы вы выбрали? Я не знаю, сколько будет стоимость подвижного состава капсулы. Ну, примерно, если бы цены были равны, приобрели ли вы этого робота, который, да, мог там что-то тяжелое переносить, он даже может сбираться на наклонные поверхности, или все-таки транспортный гаджет, транспортный Android, который в будущем вы можете применять при развитии сети Transnet. Я, если честно, ну, мой ответ абсолютно очевиден. Напишите в чате, что бы вы выбрали, транспортный гаджет, либо робота-собаку от Boston Dynamics. Сейчас это стоит 74 тысячи долларов. То есть это немало, это как современный спорткар. И на самом деле все, что создает сейчас головная компания... Так, дорогие друзья, что-то в чате неактивно. Так, вот, пошли, пошли. Давайте активнее, у нас же все-таки интерактив, и хочется чувствовать вашу энергию, ваше мнение, чтобы это передавалось далее по странам. И недавно головная компания получила разрешение на использование радиочастотного спектра. Здесь я тоже могу строить только догадки, но что вам напоминает вот эти вот вышки. И даже установлено специальное оборудование было на промежуточной опоре. Это новая индустрия, которая только зарождается, и куда может также войти в логике только части применения сети Transnet, технология, которую мы с вами финансируем. Если понадобится, и абсолютно в безопасных кожухах, это я чуть-чуть пофантазирую, с вашего позволения, потому что здесь на вебинаре все-таки мой взгляд, но, возможно, будет какое-то другое применение именно в логике мобильной связи, именно в логике ускорения сигнала интернет. И это будет необходимо на самом деле тем людям и тем объектам, грузам, которые будут перемещаться уже со специальными метками в логике сети блокчейн для максимально быстрого обмена данными. Это будет, конечно же, максимально защищено без какого-то вредного влияния, но уже это проникло в наш мир, и индустрия 5G реализуется. Я не знаю, будет это применяться или нет для этой индустрии, но готова вся основа, и если потребуется также это применить, я думаю, что все предварительные решения также созданы. А я могу сказать, что те компании, которые сейчас участвуют в процессе 5G, они очень сильно ценятся, это высокотехнологичные компании, на рынке биржевом. И вот сколько, вдумайтесь только, вообще вот в различных сфер, различных новых технологий может появиться от сети, от той технологии, которую мы с вами финансируем. Огромное количество, и огромное количество того, чего еще не было. И, может быть, будут продаваться какие-то специальные контракты на мобильную связь, на интернет-сигнал, но это все может стать частью глобальной сети Транснет, которую мы с вами и финансируем. И это неимоверно восхищает. Я в логике того, что экономите ваше время, постараюсь ввести формат сейчас, это первые тесты более коротких вебинаров, и поставьте от 1 до 10, как вам сегодняшняя информация. Я отвечу на вопросы буквально 1-3. Не буду вас задерживать, потому что работы огромное количество. И те, кто желает работать, я повторюсь, что по системе ледокол, именно тот, кто профессионально знает наш продукт, тот, кто профессионально владеет теми иностранными языками, которые я сказал, и разговаривает на русском, чтобы все-таки коммуницировать. Ну, я также могу коммуницировать на английском и на французском. Присоединяйтесь, потому что в этом году мы совершим просто огромный скачок, потому что все маркетинговые инструменты для этого созданы, создаются и будут создаваться. И мы будем учитывать опыт головной компании о секретности информации, и не дадим троллям нам мешать развиваться, потому что мы делаем благое дело, и мы спасаем планету для будущих поколений. Благодарю вас, друзья. Ну, а теперь вопросы. Буквально один-три вопроса, и все побежали дальше работать, заниматься своими делами, потому что сейчас все-таки праздник, и я не хотел бы отвлекать ваше внимание. Передайте огромный привет и благодарность Анатолию Эдуардовичу, здоровья ему и космических энергий, помощь. Да, я думаю, что это также неимоверно мотивирует Юницкого развивать проект, чтобы поддержка такого огромного количества людей. Все просто, отлично, спасибо, благодарю. Друзья, вопросы? Вопросы наверняка есть. Так, если вопросов нет, наиболее распространенный вопрос по 1 июля, то есть будет ли начинаться разблокировка по смарт-контракту, скорее всего, так все и будет, потому что смарт-контракт был запрограммирован, и то, что было запланировано в плане разблокировки токенов, разморозки токенов постепенно будет осуществлено. Когда будет вебинар со старыми инвесторами, которые инвестируют по сегодняшний день? На самом деле, вот такой вебинар, Алекс, мы провели со старыми именно инвесторами, но на английском языке. Если такой вебинар нужен в Zoom-конференции, конференция абсолютно открытая, пусть кто-то хочет мешать, заходит, потому что я, знаете, когда начал свою презентацию, кто-то рисовал просто на моей доске, при демонстрации экрана пытался смутить, но не получилось смутить ни одного из наших лидеров. И мы можем сделать именно такой вот цикл, расскажи свою успешную историю в Zoom-формате, либо это будет более защищенный формат, для того, чтобы каждый мог включиться и сказать по видео на три минуты. Знаете, это как пич-презентация такая. И мы преследуем также определенные корпоративные цели, я не побоюсь этого слова, когда различные спикеры вещают, мы оцениваем этих спикеров, конечно же, кто-то новый может быть отобран. Если есть желание сделать такой формат, расскажи свою успешную историю в формате трех минут, но на русском языке, то есть русские уже такие вот с опытом наши инвесторы смогут поведать, то поставьте десятки, либо восьмерки, если не хочется вебинар. Если не хочется подобный телемост, то одерки поставьте. Коллеги, еще вопросы? Так, Юницкий летит в Эмираты. Точной информации, где сейчас находится Анатолий Эдуардович, я не знаю, но как только границы либо будут открыты, либо уже открыты, извините, за всей информацией следить не могу, то Анатолий Эдуардович будет перемещаться с Арабских Эмиратов в Минск и обратно, потому что огромное количество процессов нужно координировать. Но работа в Арабских Эмиратах не останавливалась ни на секунду, ни на день, несмотря на разразившуюся пандемию по всему миру. Друзья, еще один вопрос, и я завершаю. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч через две недели. Независимо от того, будет праздник, либо будет какой-то сильно загруженный день, 8 числа, уже 8 июля, мы обязательно встретимся. Здоровья вам, самое главное, и веры в то дело, которое все мы с вами вместе развиваем. Я надеюсь, что вам понравился этот вебинар. Поставьте от 1 до 10, можете какие-то эмоции, пожелания, откровения выразить. Я с удовольствием потом это все прочитаю и прослушаю. До скорых встреч. Счастливо. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий Skyway. В этом выпуске конец священного месяца Рамадан. Объединенные Арабские Эмираты возобновляют полный рабочий день. Все под контролем. Отдел BIM технологий разработал систему онлайн-мониторинга строительства зданий. Не спускать на тормозах. Управлением подвижного состава закончена разработка нового аварийно-буксировочного устройства. И наша традиционная рубрика «Этот день в истории Skyway». А теперь обо всем по порядку. Месяц священного Рамадана закончился в Объединенных Арабских Эмиратах. Как известно, в течение этого периода правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья и курения, что, однако, не стало поводом для остановки строительства инновационного парка Skyway в Шардже. Для более комфортной работы было изменено время начала и окончания работ на объекте. В течение этого периода в экодоме выполнена облицовка санузлов керамической плиткой, смонтированы гипсокартонные потолки, внутренние и наружные блоки кондиционеров. В настоящее время выполняются пусконаладочные работы. Для обеспечения снабжения дома питьевой водой установлена вместительная емкость и насосная станция, а также выполнены работы по устройству бытовой канализации. Согласно утвержденному графику, бельгийская компания Бекарт регулярно осуществляла поставки на объект металлических канатов для 4-й и 2-й линий струнного транспорта Юницкого. С 27 мая все наши подрядчики трудятся в режиме полноценного рабочего дня. Сейчас производится внутренняя отделка экодома и анкерных опор. Выполняются электротехнические работы, монтаж светильников и прочих электротехнических приборов. Смонтировано вентиляционное оборудование, выполняется его подключение и наладка. Компания GCC приступила к выполнению работ по устройству фундаментов второй линии. Выполнена бетонная подготовка под фундаменты и их армирование. Металлоконструкции промежуточных опор изготовлены и поставлены на объект. К данному моменту уже выполнена их укрупнительная сборка. Компания FAST осуществляет отделочные работы на анкерных опорах. На насосной станции выполнено армирование и бетонирование стен резервуара для воды. Ведутся работы по устройству его перекрытия. Также продолжается устройство трансформаторной подстанции. Забетонированы фундаменты и фундаментные балки. Выполнена их гидроизоляция. Кроме этого, выполнено бетонирование колонн. Продолжаются работы по прокладке внутриплощадочных сетей. В местах пересечения с дорогами укладываются гильзы. Новый тип аварийно-буксировочного устройства презентован специалистами конструкторского бюро «Шасси». Такие механизмы должны обеспечивать хорошую управляемость, плавность хода, курсовую устойчивость, маневренность, а также безопасную сцепку-расцепку всех единиц подвижного состава струнного транспорта Юницкого. Подробнее о новизне и специфике работы аварийно-буксировочного устройства расскажет ведущий инженер-конструктор закрытого акционерного общества струнной технологии Евгений Черников. На экране у нас сейчас находится тягово-сцепное или по-другому аварийно-буксировочное устройство для городского транспортного комплекса. Это является легкой серией из всех модификаций, разработанных нами. Оно представляет из себя устройство модульного типа, то есть оно разделено на несколько частей. Непосредственно это модуль фиксации, при помощи которого у нас происходит сцепка с другим транспортом. Там у нас есть замок, датчики, которые отслеживают сцепление механизмов, механизмы расфиксации автоматические и механические в случае того, если вдруг автоматика вышла из строя. Модуль необратимой деформации, то есть когда у нас произошла какая-либо авария, то есть превышение скорости, транспорт не затормозил. Если мы ударяемся либо в ответный транспорт, либо в какое-то непрередалимое препятствие, то при помощи этого деформационного узла у нас происходит гашение энергии. При помощи этой трубы мы теряем скорость, и гашение энергии происходит за счет ее потери в процессе трения. Аварийно-буксировочное устройство у нас находится на тяговом модуле. В передней части и в задней части они абсолютно сейчас симметричны. То есть у нас нет разницы, как транспорт находится передом, либо задом стоит. То есть мы можем сцепляться теперь любой стороной. Сцепление происходит посредством сближения двух транспортов и сближения двух модулей фиксаторов. Они посредством двух ступеней направляющих, это первая ступень у нас направляющая, элемент конусный, так и второй направляющий элемент, который непосредственно расположен уже на самой модуле фиксатора. Происходит сдвижение и автоматическое защелкивание замков при полном сдвижении двух модулей сцепок. Специалистами отдела BIM-технологий запущена система онлайн-мониторинга поэтапного возведения архитектурных объектов, которая заключается в создании виртуальной 3D-модели будущего сооружения, напрямую сопряженной с информационной базой данных. Благодаря внедрению BIM-технологий инженеры-конструкторы SkyWay могут работать в рамках единого цифрового поля, принимая технические и управленческие решения в режиме реального времени. Грамотно настроенные шаблоны, а в нашей компании это сделано именно так, позволяют перераспределять усилия. Инженеры-конструкторы затрачивают на оформление чертежей меньше времени, а больше занимаются обдумыванием и проработкой 3D-моделей. Подробнее о технологии цифрового мониторинга расскажет глава отдела BIM-технологий Александр Дмитриев. Здание собирается в Navisworks, то есть эта модель уже, в принципе, сделана. В рамках этой модели были разработаны не только архитектура и конструкция, но и инженерные сети по этому сооружению. Плюс он также этой технологией является то, что помимо того, что мы получаем трехмерную модель, трехмерная модель еще связана с чертежами. То есть выбрав любой элемент здания, мы можем найти этот элемент на чертежах, прям перейти к чертежу и спокойненько посмотреть, что же там было на чертежах, как это называется и так далее, получить всю информацию об этом элементе. Причем здесь можно контролировать и деньги, это уже будет 5D, то есть вот это вот то, что я показываю, это 4D-моделирование. Есть также 5D, то, к чему мы сейчас движемся активно. То есть это контроль финансовых расходов и распределение их во времени, поскольку мы знаем, когда что будет монтироваться, мы можем поставить, сколько денег мы на это затратим. И также контроль качества строительства, в принципе, когда, ну, по крайней мере, на технопарке мы экспериментировали уже, и вот прям в Невис Морской модели мы оставляли комментарий, что нужно исправить, либо что монтируется не так, что потом строили здесь, потом уже в офисе мы могли, грубо говоря, камеральную обработку сделать, того, что увидели на строительной площадке. Как и всегда, этот и другие сюжеты в полной версии вы в скором времени увидите на нашем официальном сайте и на канале в YouTube. Четыре года назад был дан старт производству струнных рельсов Skyway. В самом конце весны, начале лета, в Минск прибыла колонна, состоявшая из четырех большегрузных автомобилей. Ценный груз, высококачественный стальной профиль для путевой структуры Skyway, прибыл из Финляндии. Съемочная группа информационной службы закрытого акционерного общества струнной технологии посетила подрядное предприятие в этот важнейший для развития проекта момент и задокументировала прибытие, разгрузку и складирование груза. Вашему вниманию кадры данного события. Субтитры создавал DimaTorzok Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. И что бы ни происходило в мире, у вас всегда будут хорошие новости. Строй Skyway, спасай планету.